Друзья, всем привет! Очень часто во время выбора меняются приоритеты заказчика. Именно так было в этот раз. История о том, как мы выбирали X5, а перетекла, она медленно, но уверенно в выбор Туарега. Именно об этом сегодняшняя история. Сначала история очень простая. Изначально хотели X5 купить в 70-м кузове, но их живых в ту цену, которая оглашена, их просто не найти. Смотрели, ездили, искали, нифига нет. Поэтому было принято решение искать Туарег. И вот парни уже приехали в Киев. Ну и сейчас едем искать Туарег. Приехали на парковочку. Сейчас будет этот автомобиль. Доброе утро! Сейчас мы посмотрим, какой из них лучше, и сразу возьмем ключи. Носочки уже есть, трохи побитые. Здесь причевылы дверьми. Надо будет, кстати, взять тряпочку и протереть его нормально. Просмотреть еще, у меня есть с микрофиброй. С учетом того, что я наверняка уже похудел, щетки вот этой ее надо будет поменять. Она уже вся вон заплыла. То есть ее под замену она уже будет чухать заднее стекло, причем сильно. Вон, кстати, квадрат под фаркоп есть. Машина вся подготовленная. Она снизу уже будет вся черненькая. Ну, в смысле, забрызганная баллоном. Ну, конечно, может быть, я ошибаюсь, но посмотрим. Очень маловероятно. Но я думаю, что она уже будет вся подготовленная, забрызганная. Чуть-чуть не на месте. Почему? Хрен знает почему. Потом посмотрим. Мы же ищем сначала целую машину, в данном смысле, не крашеную. Конечно. Что, она крашеная или что? Что здесь? Целенький? Ну, визуально. Мы можем его выгнать, или давайте, наверное, просто пока его запустим. Я могу подключиться, почитать к нему? Пожалуйста. Я пошел тогда за монитором или андрюк. Мыли его плохо, это хорошо. Сдается мне, он будет внизу из коррозии. Да, он уже здесь. Да, я уже подключился. Задранный уплотнитель. Побитая стойка от ремня. Возвращается нормально. Так, хорошо, смотрим дальше. Резетка сразу. Американская. Здесь какое-то пятно. Не совсем понятно, что у нас здесь. Здесь тоже. Чаем залито. Или хренью. Что-то весь лист здесь на багажнике. Сидение порезано. Диски задние недавно поставлены. Болты покрашены. И краской. Оригинально. Так, чтобы не менять ржавенькие болты, их просто покрасили. Да, есть у меня большое подозрение, что внизу будет весь тупо ржавенький. Вот, видите, если придавитесь, то видно, что все оно похарбовано. Вот, видите? Плюс тут нет, нет. Ну, она такая, трохи зашарпана. А можно вперед с багажника прийти? Давайте. Хоп. Там прессор, декадка, она уже устанавливалась. Она уже неправильно свернут. Ну, как бы не критично, но... А, вон, даже видно по болтам, что она ставилась. Ну, сказать, что срач, так... Ну, не срач. Краска пооблазила. Ну, чтобы откручивалась, я не вижу. Типа ОЦ? Да, 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 такой. Ну, вообще не вообще. И вот все тоже. Так, чтобы пацанутые все тоже. Это где-то он при перевозке. В фонтайнере, да? Это же такое. Но тут зато бампер ровненько стоит. Да, я тоже бачу, да. Ну, это поменяй. А нет, поменяем не в Лизе. Вот уже ржавчинка пошла. Ну, такое. Ни хера бампер не на месте. Эх, а так все хорошо начиналось. Вызываем в Москву. Что, по заклепочкам? Хер тут увидим. Хотя, подкрылочек чуть-чуть вылазит. Дисков тормозных у нее уже нету. Там уже аж так бриться можно. Да, тут тоже. И резины вообще нет. Там хоть бич-мяче. Да ладно вообще нет. Корд не лезет. Классная машина. Можно еще поехать. Еще нужно... Сликий, да. Но он тоже внизу будет весь ржавый. От слова совсем. Что, трещина чешу залитая? Да, чуть-чуть ногтем цепляется. Плюс оно уже мененое, но акустическое. А ухо нарисовано, видите? Все моменты он уже весь ржавый. Окей. Но этот, я думаю, тоже будет весь ржавый. Плюс он уже тут причавленный. Плюс он уже крашеный, потому что он уже с элементами шпаклевочки. Беленький это шпаклевка. Нет, ну беленький это грунт, но по толщине я вижу, что это уже не грунт. Судя по парку, видите, его тоже подкрасили. Ага, да. Да, и вот так вот суднище тоже наверняка будет. Ну, выглядит он, кстати, полированный здесь. Вот сейчас попробую показать. Блин, херше увидишь под этим дождем. Короче, здесь есть царапина. И она тупо не свежая. Она, вот если так попробовать, она такая, скругленные у нее углы. Вот так, если посмотреть, черный-белый, ну я имею в виду асфальт и белая полоса, вот здесь вот поймайте взглядом. Е, е. Батя, да? Да. Вот такой, да. Да, она типа, она... А, е-е-е-е, точно ее. Не, в этом нифига нет страшного. Судячи с датчиком под дождь, словно он уже менялся. Батя, что-то пузыри подняли. Да тут вот пускуй бачил, что он на китайский стоит. Трошки сидения подряд, они. А выгоните, пожалуйста, его вперед, чтобы мы четыре двери открыли. Докатки нету, компрессора нету. Ну такое. Тут уже болты правильные. Но диски тут скоро под замену пойдут. Здесь он серьезно царапан, и дача. Либо ремнем побили, либо же какие-то грузы на нем перевозили. Что это, байки с девушкой с джинсами на замочках? Чухоли. Служ. Может быть, да? Кустое. Так, ну здесь панораму мы не трогаем. Пока не мере сейчас. Был на детейлинге этот автомобиль. Везде уплотнители нормально позаворачивали. Блин, раздряпанный салон у него, конечно. Пипец. Вон там, на задней стойке. Вот царапанный пластик. Вот здесь зацарапано. Здесь. Вот. У этого автомобиля заявлено 150 тысяч километров. А уже пока тестируется, уже видно про стрелы, что там 237 были ошибки какие-то. И 240 у нее пробег в принципе. То есть даже можно не смотреть глубоко детально по блокам. Но ничего, смотрим дальше. И впечатляющее, что этот автомобиль использовали как какой-то грузовик для перевоза грузов. Потому что задняя часть у него вся поцарапанная. Вот здесь вот 240 тысяч километров. Это было в сентябре месяце. А уже несколько дней назад. Видим 149 700 у него пробег. 5 дней назад. Иди в машину погресь. Вон уже крашеная дверь вот эта. Уже крашеная дверь. Ну да. Вот это тоже. И крыло тоже. Ну, если что, ты входишь, что у него вся бочина тряпана, все, пришли далее. Вот такой. Неоднозначно у него черно-белый салон. Да, одинка, говорит, гарный такой, но бляхоморкий. Ну, это частейше вам нужно будет на химчистку ездить. Да, у нас же дитина молодая, чухая ногами ее. Ой, да, что это? Что тут штора есть? А вы сказали, что не надо. Вау, тут есть штора, треба брать. Все. У одного есть. У одного из шести есть штора. Видно, что она не ставилась. Докатка. Да, ну, сложена она правильно. И не ставилась. Да, и по этим самым видно, что она не ставилась. Пип-пип-пип, это такое дело. Парков не украденный, но покрашенный. Запасные болты. Ну, ну, ну. Такое, слегка коррозионное. Ну, я уже понимаю, что внизу он будет трохи ржавенький. Он уже, смотрите, вот он пошел, вот он попрострелил. То есть, этот автомобиль может не будет классный, но он будет трохи ржавенький. Снизу на него посмотреть. Ну, подрамник, то все фигня. Подрамники меняются. А когда кузов уже такой. Тут же вам принимать решение, нужно его дальше смотреть, или нет. Вы пока еще визуально посмотрите. Это еще классно, то зараз будем вытрачать час. Давайте пока капот дернем. И у него без ключевого нет. Да? Без ключевого доступа нет. Он доречи фарбованный. Ну, пока такое, пока только один. Сейчас еще есть два. Будем, будем видеть, посмотреть, что там еще есть. Видно зачухано, но мы разумеем, что цему колосу уже пипец. Ну, да. То есть, ему уже... Добрый вечер. О, да. Добрый вечер. Так, чтобы не сказать, что ему пиздец, то да, ему добрый вечер. И коврик не спизженный. Да. Тут попадет блюд. Да, кто дивится, тут нема такого, как тут. Да не, е, 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 он такой же е, он ржавенький и там. Ну, все-таки. Не, не такие, не сильно, скажем так. Але трохи уже е. Да, но не такие. Подрепанные боковинки. Тоже подрепанный салон от перевозки багажа. Ну, тут уже хоть пленкой клеили. Такой поухоженый. Хотя тоже такие трохи, 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 трохи. Трохи, трохи. Ну, это без контакта можно повытягивать. Пошел я за монитором, сиденье тут не фарбованы. Смотрите, тут фарбованы, видно, что он беленький, да, он не залитый. Ну, этот пока самый интересный, самый лучший, по крайней мере, визуально. Так, выполнить поиск. Ну, и побежали, сейчас почитаем этот автомобиль. Слегка у него подертая ручка коробки передач. Есть еще всякие моменты сзади по багажничку. Но руль у машины не крашеный, и сиденье у нее тоже... Ну, я не вижу, чтобы они были крашеные. Живеньки, живеньки. Да, еще тут не затерто. В применении с теми, то в цей классный. Очень плохо, когда мокрый автомобиль. 12-й. Что у нас там? 12-й. Так, электроника коробки передач. Ну, у этого пробег 347. Оригинали. А заявлено 215. Здесь почти на 150 тысяч тоже смотрено. Есть смысл, далее смотрится? Не знаю, как скажете. Наверное, не так. Что бы порадить? Дивляясь, сколько он вартует. Если он вартует много, больше 23, то даже нет. 345? 350 тысяч. 347. Но он сам живой среди всех. Видно, что тут ручка. Ну, подчинка, но это как в будущем. Это реально. Все хорошо, что мы закрасим. А какие-то критические ошибки? Не знаю, что не смотрю. Сейчас смотрю. Ну, форсунки здесь более подозначены, чем в предыдущем. Ну, совсем не критично. То есть, они все максимально хнули. У него топливное, у него нормально. Так, по турбине. В турбине уже плохо. По стертости педали, он видно, что у него. Такой очень почтенный пробег. Ну, не педали, а ковер под педалью. Бачите? Алло, добрый день. Добрый. Есть интерес к Туарегу, который продаете? Он еще не продан? Есть, есть еще. А где его посмотреть физически можно? В Киеве на термках мы. Он по факту 10-го года или 11-го? Он 10-й, модельный один. 10-го года на теремках. Я сейчас на Гринченко нахожусь, готов ехать. Давайте на Магеллан подъезжайте. На Магеллан. Скажите, возможно, у вас будет возможность, хотя это, наверное, потом. Все, принято, Магеллан. Мы там будем, наверное, минут через 40. Вас за какое-то время набрать надо? Лежайте и подъедите, наберете. Там совсем рядышком. Две минуты попасть. Понял, принял, хорошо. Это рихтовка без покраски называется. То есть тут? Да, он не крашеный. Не крашеный. Что у нас где Андрейка делся? А, блин, я думаю, что она пищать почала? Ты видишь, там, кстати, круто. Я думаю, что машина начала пищать? Это ты тут сидишь? Я думаю, что у меня здесь закрыли, что я разок подлетаю. Забыл видео снять, пока рекордсмен по пробегу. Заявлено 186, по факту у нее 400. Ну, такая, подзатертая, подзадроченная, но зато с целым кузовом. Но все равно не подходит, едем дальше. Сейчас имеется машина, Volkswagen Touareg, якобы от первого владельца, якобы с официальным сервисом. Как он только подъехал по номерам, я понял, что, чувак, вообще эта машина не его, потому что она вообще тупо свежеоформенная. Начал доставать, показывать выписки о том, что он взял ее в сервисном центре. Выписки взял у официалов. Изначально хотел ехать только на официал, но сейчас уже можем смотреть. Короче, пошел я подключаться, смотреть, что у нее с помощью. Ты такой смешный. По Touareg не смог я доказать скрученный пробег, но я подозреваю, что он там, машина химичена. Почему? Потому что вообще везде, во всех блоках бьется метр в метр. Сажевик у нее вырезан. По данным сажевого фильтра в метрах оно совпадает. Давления нет, турбина у нее уже практически умерла. Первая, четвертая, пятая свеча не работает. Сальник у нее меняли коленвала недавно на официале. И это все на пробеге в 167 тысяч. Плюс машина по комплектации вообще хрен пойми шо. Кожа у нее неизвестно откуда. Приборка, ну не знаю, в ланосе, наверное, мягче. Как-то очень странный автомобиль. А, и оказывается он уже не бит, не крашен, а левая сторона у него продертые две двери. Но без шпаклевки. Я, правда, не искал. Очень много несоответствий того, что заявляет человек. Причем заявляет очень матерый. И берет бумагами от официального сервиса, что вот я проходил, вот у меня есть выписки. Хотя заявлено, что он собственник, один собственник у автомобиля. По факту он ни хера не собственник. В общем, шляпа. Историю заканчивал не я. Историю заканчивал наш эксперт Андрей. И выбирал он автомобиль в Бердече. Так вот, после выбора автомобиля парень вообще пропал с радаров. Мне было не видно, не слышно. У меня закралось понимание того, что была машина какая-то не очень. И ввиду того, что он парень такой очень скромный, не захотел звонить. Но все оказалось немножко не так. Он очень обрадовался, когда я сказал, что я хочу заснять продолжение. И именно для этого мы сегодня специально едем в Винницу. из Киева для того, чтобы отснять окончание истории. Национальный музей имени Пирогова, Винница. Именно здесь мы с парнем договорились встретиться. Но пока еще никого нет. Мы уже позвонили, обещал скоро быть. Посмотрим на машину, что же с ней случилось через три месяца. Вот мы встретились. Но так как мы в Виннице, в Виннице большинство людей спілкуется украинской мовой, поэтому, извините, граждане, те, кто смотрит за межами Украины, это Литва, Латвия, Эстония, Немеччина. А тут, извините, но повага до этого города. И будет спілкувание саме украинской мовой. Ну, доброго дня еще раз. Мы уже зустрялись. Доброго дня. Здається, уже майже три месяца прошло, да? Нет, не три, десь, мабуть, два. Ну, может, півтора. Півтора-два. Ну, вы так как-то зникли зовсім з радарем, что мы как-то... Ну, я понимаю, что было праздники все-таки. Чи были какие-то проблемы взагалі з автомобилем? Ні, проблем не было. Машину поставили на облік, обслужили по регламенту фільтра масла і більше проблем не было взагалі. По регламенту німецькому, до речі, є фотографии, саме з якими фільтрами воно приїхало, прикладем до відео. Такі для наших реалій, це такі легесенькі кошмари. Традиційно, які побажання до нас, до нашого сервісу? Що нам потрібно зробити краще? Можливо, щось у нас недопрацьовано? На мою думку, краще б додати більше відео інших експертів. Тому що всі тільки дивляться на Миколу Миколаївича і всі хочуть його. Він просто фізично не може розірватися на всіх. І тому я б додавал просто більше відео з іншими експертами. Ну, окей, зрозуміло. Почув. Ну, вони у нас такі більш соромлозливі. Останним часом вже є декілька відео, де ми там збираємо трешнячок, що попадається, і вони там вже мількають. Але гаразд, зрозуміло, дякую. Будуть більше наших експертів, як є побажання Віталія. Тому, 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 тому. Буде. Ну, отось, дану машину конкретно, Микола Миколаївич був зайнятий. Дану машину нам дивився експерт Андрій. То, в принципі, питань немає. Я обдивився і на підйомнику, і зовні, і комп'ютером по помилках. Тобто, якби людина теж видно, що на своєму місці досвідчена. Ну, я рекомендую. Компанія супер. Якщо звертайтеся. Я задоволений. Насправді, відео відгуки, вони, ну так, іноді у нас є в інстаграмі, викладуємо. Але в такому форматі я ж якось... Дякую. Будь ласка. О, два інваліда приїхали. Ми заїхали сюди на... Я подивився потім паркомісця інвалід. Постояв, постояв і пересував. Пізно побачив, але так під снігом не видно. А якщо так підняти голову, то три інвалідних місця. І ось так, пожалуй, три поляки інваліда. До тих обслуговування. А що саме обслуговували і що потрібно ще зробити? Ну, обслуговувавши всі фільтри, мастило в двигуні. Те, що тут треба було зробити. Далі планую, в принципі, мастило в коробці замінити. І, мабуть, в мостах, в редукторі теж замінити мастило. А так, в принципі, ну, більше такого нічого немає. Мотор працює ідеально. Походові теж питань немає. Ну, взагалі, в принципі, машина без проблем. Я проблем ні не бачу. Наскільки я пам'ятаю, коли купували автомобіль, двогин був вимитий, да? Так, він був вимитий, але, ну, так, не так. Зараз з'явилися патьоки саме на задній частини, біля плід? Чи ні? Ну, наскільки я пам'ятаю, тут десь тисяч на тридцять коригований пробіг. Бо там було при продажі трохи фактичного більше двохсот, а продавали його щось там сто вісімдесят. А, до речі, скільки зараз за два місяці вже проїхали? Майже двісті тисяч. А, тобто двадцять за два місяці? Ну, не двадцять, десь, ну, дванадцять, п'ятнадцять. А, тобто сто вісімдесят вісім був пробіг? Ну, десь так, да, приблизно. Ну, це моральна така... Дуже часто є хлопці, що продають автомобіль, є така мережа до ста тисяч, до ста п'ятидесяти, до двохсот тисяч. І коли вже автомобіль більше двохсот, то він потрібен, ну, вартувати трохи менше. Коли вже моральна він трохи менше двохсот, до двохсот продається, то в нього ціна трошки вища. І тому саме тут оці тридцять чимось тисяч і зрубали. Але тут пробіг коригований, не багато, але факт зафіксований, і Віталій саме був про це попереджений. А можна я подивлюся, чи тече, чи ні, ззаді? Так, так. Ну, я взагалі бачу, що він такий срача, зазвичай тут на передні сальній калінвал, але тут тихесенько, нічого немає. Так. А можна і приспустити. Бо я зараз полізу, буду дряпати крыло. О, тепер вже можна до двигателя достати. Ну, в принципі, тільки пыль. Масла я не вижу. Так, щоб воно десь текло. Турбіна, до речі, також суха. Ну, працює він дуже класно. За два місяці всі косяки, що мали бути, вони б по вилази у відео. Я капот зовсім не відкривав. А то тільки заїхав на сервіс, поміняв фільтру масла і все. І більше... Ну, да, чистенько, чистенько. І я... Датчика положення кузова я бачу, що навіть не закисли. Да. АТЄ баллони стоять. Ну, так, а так, а так. Ну, класно. Мені також подобається. До речі, говна тут немає. Щоб перегріву я не відхвачував. Гаразд, лишаю кришку назад. Так, так, так. Якщо є щось сказати про ті автомобілі, що ми обирали, бо я бачив, тоді у вас емоцій було дуже багато. Спочатку, наскільки я пам'ятаю, ми обрали найкращий автомобіль серед того лахміття, що там було. І яке саме враження серед того, що дійсно по картінкам виглядає уах, настільки перфекто, яке воно казалось, з'ясувалося насправді? Ну, так, щоб не я про це розповідав, а з перших уст. Ну, спочатку людина дивиться на фотографії. Перше враження, воно завжди, ух, супер машина. Але воно, коли ти приїжджаєш, дивишся на цей автомобіль, ти розумієш, що це тільки картинка. І воно наскільки обманчиве, що на фотографії дуже класно. Коли відкриваєш капот, коли дивишся під машину, дніще, то ти розумієш, що там зовсім інша машина. Зовсім інший пробіг, який заявлений. І, в принципі, 90% нашого ринку, на жаль, воно є так. Передивилися ми машин багато. Дивилися ми і американський ринок, і наші, тобто офіційні, які продавались в Україні. Тобто, це канадські ще були. Так, канадські були. І дана машина, це виключно європейська, вона була б пригнана з Германії. І я хочу сказати, що конкретно по машині «Фольксваген» різниця дуже велика є. Яка збірка машини, звідки вона. Я сказав би, що європейська, мабуть, вона буде найкращою якостю. В неї навіть шкіра не така, не такі матеріали, обивки. І взагалі машина, шумоізоляція краща, вона буде на першому місці. Далі, якщо дивитися, мабуть, американський ринок, Канаду ми дивилися, можна поставити на друге місце. Ну, а потім вже наш, той, який продавався в Україні, офіційний, мабуть, вже на третьому місці. Тому що там ми дивилися одну машину, вона дійсно офіційна, але там просто зовсім ні шкіра не така, ні кузов не такий. Це там де, ну там наскільки, це з червоним там де? Ні-ні, не червоним, а ми дивилися, перекупчик був в Києві, який показував нам пачку документів сервісу. Їх стільки багато. Так, мокрий асфальт, так, мокрий асфальт кольором була. Я первый собственник, и все, и машина моя, и там дает только на официальный сервис. Да-да-да, был такой. Я, когда он выехал, я сразу сказал, что это перекуп. И еще, когда... Там ситуация какая была. Он со двора выехал, он не захотел показать автомобиль сам у себя биле дома. Он выехал до ближайшей парковки Новуса, и сам и там показал. И когда он выехал по манере вождения, по внешнему виду человека, я сразу сказал, что это перекуп. Хотя он там очень ретельно это, ну так, переховывал, скажем так, без мату. Но все равно это истязывался перекуп. До речи, мы, кажется, не снимали там по нему. Да-да, мы его не снимали. Ну, там просто... Дарма, это, как бы, повышать камеру на лобовое скло, да. Зі звуком, ну, было бы за счет на видео. До речи, дякувати самому этой человеке, я уже понимаю, как делать на майбутнє для того, чтобы было больше информации про выбираемый автомобиль. Это у меня сейчас появилась думка. Да, до речи, скоро увидите на канале, я думаю, что я ее реализую. Ну, взагалі, как выражение про автомобиль, если без камеры. Машина классная, рекомендую, в принципе, и увидим, как она дальше от себя будет проводить. Но за два месяца эксплуатации, в принципе, я задоволен и все супер. Ну да, это два месяца, это такой термин, когда уже очень часто приходит прозрение того, что, особенно если выбираешь неакисный автомобиль, то за два месяца часу, насправді, дуже вдосталь для того, чтобы зрозуміти, чи якісный он приближен, чи нет. Ну, тут вийшло так, что, ну, мы до этого шли, но я понимал, что, ну, такая затея не очень. То есть, нужно было машину найти в комплектации, бажано, с панорамой. Тут, насколько я помню, панорамы нет. Нет, 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 тут панорама у нас не был, скажем, главный критерий. А, пневмо. Да, чтобы была пневмо, я хотел бы, потому что торрег на пневмо, это торрег. Без пневмо, это уже не торрег. Торрег. И, как бы, шкіра, и электрорегулирование сидень, та, насколько я помню, да, по-моему, LED-оптика, чтобы была. Да, LED-оптичная. Все досягнуло, все выполнено. Майже вкладывалися в бюджет, хотя можно рукой махнуть и сказать, что дейсно вкладывалися. Ну, это наша работа, это так бывает. Ну, а с вами был Микола Тарануха, Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. У нашего оператора Александра не запускается двигатель. Так, грубо говоря, на улице минус 16. И сейчас мы попробуем от этой штуки к Xiaomi запустить вот эту прекрасную автомобилю Alfa Romeo. Потому что большие объемы оно не крутит. Я в Германии пробовал 3 литра. Вот 1,9 турбодизель должно вполне запустить. Так, что мы имеем, что мы имеем. 4 лампочки у нее светятся заряды. Я, кстати, последний раз ее заряжал в Германии еще. Это было недели, да, практически 2 недели назад это было. И тогда двигатель не запустился. Но, правда, он был 3-х литровый турбодизель, а здесь все-таки 1,9 турбодизель. Так, сам уже включился. Я думаю, можно пробовать. А, нажался. Тогда тоже будешь нажимать, если ничего. Ух ты, искрит хорошо. Еще раз. Очень сильно заколдован. Ну, в смысле, замерз. Реально, пока. В общем, на маленьких объемах эта штука работает. На больших объемах она не работает. Ребят, я вот эту штуку разыграю среди своих подписчиков. Условие следующее. Нужно подписаться на инстаграм, на наш, и ставить комментарий. Хочу попасть на розыгрыш. И в течение недели, вернее, не в течение недели, а ровно через неделю, в это же время, в воскресенье, в 14 часов, я разыграю вот эту штуку в прямом эфире. Рандомным способом. Есть целая куча специальных программ. И кому-то вот эта штука достанется. Но, сразу забегая наперед, скажу, что с большими объемами вот эта вот маленькая карманная штука Xiaomi не работает. Трехлитровый дизель она не запустила. Я как-то пытался это сделать в Германии. Видео, кому интересно посмотреть, вот тут в уголке оставлю в подсказке. И она не запустила трехлитровый двигатель. А вот здесь вот 1,9 чмыхал-чмыхал, с учетом того, что аккумулятор был посажен ниже 10 вольт. Но, тем не менее, вот эта вот бздюшечка все равно запустила этот двигатель. Подписываемся на инстаграм и эта штука будет ваша, возможно.